Меня зовут Рая Карагуца. Я была в группе 5-й технологии консервирования. Родилась я в Одесской области, в Болградский район, село Кальчево. Вернулась практически там, только я живу в Болграде, тоже Одесская область. Проработала всю жизнь в одном учреждении, к сожалению, на заводе. Я проработала всю жизнь в Болградской центральной районной больнице. Вначале старшим инженером по охране труда. Там, кстати говоря, тоже есть инженерные службы, испомогательные службы, котельные, пищеблоки, прачечные. Так что была и старшими инженерами по охране труда, и по совместительству инженерами по ремонту. И практически знания, которые мы получили, инженерные, в стенах этого института мне пригодились. Потом 12 лет была заместителем главного врача по охране труда. А в настоящее время уже третий год работаю начальником отдела охраны труда. То есть моя вся жизнь связана с охраной труда. Что касается... Хочу сказать, что я привлекла. Мои две сестры тоже закончили этот институт. Моя родная сестра закончила технологию линоделия, и она практически работала тоже именно на ВИН-пункте. И вторая сестра тоже закончила только по технологии зерна. Что интересного меня спрашивает, что смешное было из студенческой жизни. Вот у меня на всю жизнь запомнилось, значит, экзамен по теплотехнике. Я подготовила бомбы. Значит, раздаю все. И у меня все спрашивали, как, пожалуйста, мне, когда я стала искать свой билет, запомнила 24-й билет, у меня его нет. Вот, ну, а ко мне пришло спасение. Лаборантом работал Комоль Володя, если вы помните такого. А вот он штыгнул за дверь, где-то там, и, в общем, нашел мне тоже мой билет, и я его бы очень сдала. Затем, я помню, очень... Я оригинально сдавала электротехнику. Почему-то мне поручили прямо во время экзамена, значит, писать какие-то бумаги. Я была красиво одета тогда, что ли из-за этого, не знаю. Но я во время, вместо того, чтобы готовиться к билету, значит, я писала что-то, не помню что. Когда я вот подошла к преподавателю, он меня спросил, сколько же я хочу, какую отметку. Я сказала четверку, он так удивился, но, в общем, заработала я эту четверку, только потому, да, не отвечая ни на один вопрос. Только за то, что я что-то там сделала, какой-то письменный работ. Теперь, что еще хочу сказать, что я очень рада, что мы наконец-то встретились. Вот я много лет проработала в больнице, и там у меня был доктор, который закончил институт еще в военное время. И она до преклонного возраста, они встречались ежегодно, вот они закончили, я помню, Ставропольский мединститут. И они до, она буквально до 80 лет ездила туда, и они каждый год встречались. И вот я считаю, что все-таки юность – это самые лучшие наши годы. Именно в юности приобретаются друзья, и поэтому, значит, то, что мы сейчас встретились, это очень хорошо. Я в Одессу, кстати, очень часто приезжаю. Одесса – мой самый любимый город. Когда я приезжаю сюда, я всегда посещаю самые любимые свои места. И часто заходила и в наш институт, вот, в нашей кафедре я только Бровченко, к сожалению, застала, значит, несколько раз с ней встречалась. Ну, вы знаете, что загибалок давно, умер наш из-за веками. Что вам сказать? В общем, я по жизни, я занимаю очень активную жизненную позицию, занимаюсь общественной деятельностью в городе. И хочу пожелать всем, чтобы всегда и во всем, чтобы мы сохраняли величие духа и презрение к невзгодам. Всегда быть на высоте, внутреннего драйва, внутреннего солнца и радостного восприятия жизни. Всего вам доброго. Правильно, Наташа? У меня нет слов, у меня приполняют эмоции. Я этой встречи ждала так долго. Каждый день я только и думала об этой встрече. И теперь у меня нет слов, чтобы выразить все положительные эмоции, которые есть у меня. Я, значит, родилась в Николаевской области, в селе Дмитриевка. В каком роде, я думаю, надо говорить, да? Сейчас я живу в СМТ Березанка. Работаю бухгалтером. Я на поприще консервирования проработала всего один год. И все, на этом... Ну, диплом, конечно, мой помогал мне, помогал мне всю жизнь. А я работаю бухгалтером. Для меня цифры – это как музыка. Я работу свою очень люблю. Я просто думаю, что я пошла не туда учиться, куда надо было. Работаю я свою очень люблю. И работаю до сих пор. Я думаю, еще буду работать долго. Я так надеюсь. Что еще? У меня двое детей, две дочери, трое внучек. Три внучки, одни женщины. Двое близняшек и одна постаршая внучка. Что? Теперь анкета. Как мы пережили перестройку? Ну, я знаю, нормально пережила. Я работала, как работала бухгалтером, так и осталась. В какой стране вы хотите побывать? Я бы хотела побывать в стране Индия. Ну, конечно, это мне не светит, так думаю. Основное занятие, кроме работы. Читать книги я очень люблю после работы. Какая ваша самая большая мечта в жизни сбилась? Ну, я думаю, что в течение жизни у людей самая большая мечта меняется. Юности она одна, а потом она другая. Сейчас моя самая большая мечта, чтобы мои дети, мои внуки были здоровы и счастливы. Чтобы они нашли свое место в жизни. Вот это самая большая мечта. Я думаю, что она сбудется. Я надеюсь, что она сбудется у меня. Самая большая мечта. Ваше предложение о встрече однокурсников. И обязательно. Я хочу обязательно. Я думаю, что мы так долго тянули. Надо это было хотя бы раз в 10 лет переживать вот такие положительные эмоции. Мы так долго тянули, я не знаю почему. Но я надеюсь, что мы в следующем году снова встретимся. Юбилей. Юбилейная сезон. Юбилейная сезон. Родилась на Тамбовщине в России. Сама россиянка. Ну вот так вот прожила всю жизнь здесь, в Украине. По распределению, как поехала в Мелитополь, до сих пор там и живу. Начала свою трудовую деятельность в консервной промышленности, как мы все. По распределению. Ну вот консервная промышленность дала мне... И знания нашего института дали очень многое. Работа на консервном заводе в должности, начиная с мастера, заканчивая начальником цеха, зав. лаборатории. Потом я в конце поняла, все-таки это не совсем мое. И переучилась, я там закончила при институте Баумана, ну, будем говорить, подучилась и стала работать патентоведом. И потом период перестройки. Патентоведы вообще почему-то в нашей стране совершенно никому были не нужны. И после этого, значит, потребовались экономисты. Закончила экономический и стала банковским работником. Занималась кредитованием. Юрлиц, потом позже физлиц. И после этого ушла, как бы, на пенсию. Здесь, получается, где-то, не будем уточнять, сколько лет. Вот. Ну, ушла. После пенсии, в общем, хотела, решила себе попробовать в журналистской работе. В общем, была спецкорреспондентом, но получилось у меня это не совсем, ну, как бы, в финансовом отношении хорошо. Но, значит, это продолжалось год. И потом, значит, решила попробовать себе заниматься недвижимостью. Сейчас я работаю риэлтором по недвижимости. Очень интересная работа. В общем, на протяжении жизни вот таких пять видов деятельности, которые диаметрально, ну, как бы, противоположны. Но каждый по-своему интересен. И я, вы знаете, те знания, которые приобрела здесь, в институте, они мне очень... Ну, вы знаете, настолько... Во-первых, в начале, когда только приехали на консервный завод, там надо было специалисты такие вот, которые и знают о микробиологии, и знают о том, и о том. И я считаю, что теоретические знания на предприятии обязательно нужны. А потом еще подработок был, значит, делали курсовые, дипломные, вот там этот институт был. Тоже очень даже нормально. Поэтому вот эти все знания очень даже пригодились. В общем, о себе. Ну, вот сейчас у меня прекрасное время. Я стала бабушкой. Два с половиной года назад. И, вы знаете, вот в этой сфере, в сфере, ну, как бы, деятельности бабушки, я всем рекомендую побывать и как можно быстрее. Потому что вообще это очень интересная такая профессия, или я не знаю, как это назвать. В общем, имею двоих детей. Сын, который вот еще на четвертом курсе у меня, Юра, родился. Кстати, вот тоже, когда вот он рожался, я его, в общем, в дороге родила. От детства, когда летела домой, то вот на пути вот там вот так получилось. Ну, не совсем в самолете. Хорошо, что самолет приземлился. Ну, это тоже вот интересный момент в жизни. И дочь у меня, младшая дочь. В общем, я счастливая мама. Ну, счастливая жена из меня как-то не совсем получилась. Ну, вот иногда бывает. А как человек я считаю себе счастливой, состоявшейся в жизни. Потому что в жизни столько много прекрасного, интересного. Очень люблю путешествовать. И при первой же возможности всегда куда-то еду, смотрю, интересуюсь. В общем, вот в этом плане. Теперь мы пытаемся ответить на те вопросы. Как вы пережили перестройку, помогла ли вам студенческая изникалка? Вы знаете, вот как раз перестройку пережила, наверное, повезло. А может быть, и студенческая изникалка. Как раз я переквалифицировалась вот это вот от патентоведа к экономисту. И как раз экономисты были нужны. И я попала струю. В общем, вот в этом плане нормально. Ну, основное занятие, кроме работы. Ну, это я уже сказала, основное занятие у меня. Вот нянчу я вот. Это очень хорошо в своих. И, кроме того, пытаюсь везде побывать. В каком студенческом отряде вы были? Значит, студенческий отряд на железной дороге. Я прекрасно помню три вагона. Ой, нет, два вагона, которые мы обслуживали плацкартных. А была Паша Чепразова и Шура Жизненко. Мы втроем на два вагона. И хочу сказать такой маленький у нас эпизод. Девчонки, я думаю, наверное, тоже помнят. Значит, там были старые проводники. И они говорят, хотите подработать? Хотите. Ну, вот надо делать макароны. Ну, это у них такое специфическое название. Ну, мы их решили сделать. Сделали. А потом подошел ревизор и сел на эти макароны. И потом этот вопрос очень тяжело нам дался. Если помнишь, Шура, такое у нас было, да? Вот. Вот это у нас было. Потом, ну, насчет счастливой жены я вам уже ответила. Ваша самая большая мечта в жизни сбылась. Ну, я считаю, что сбылась. Для женщины, что может быть прекрасней быть счастливой мамой? Это вообще великолепно. Я считаю, основное назначение женщины, это все-таки ее очаг. Ее вот это вот. Конечно, работа это работой. Ну, вот я считаю, что личная, вот семейная жизнь, она зависит от женщины. Как вот она ее повернет, вот это вот оно и есть. Поэтому я считаю, что, в общем, это самое главное. И предложение о встрече однокурсников. Ну, несомненно, я считаю, что наши встречи, это только начало наших встреч. Это, ну, пусть это будет хорошей традицией. Давайте, те, с кем общаются, будем как-то сообщать друг другу. И более, ну, фундаментально подготовимся на следующий год, тем более встреча юбилейная. Хотя, кто сказал, почему юбилейная, юбилейная. Вот встретились, вот она желанная, вот она очень хочется. И давайте встречаться, и правильно это поднимает, омолаживает нас, поднимает духы и так далее. Будем узнавать друг от друга, это очень интересно. И еще я хочу сказать, я вас очень люблю. Я с таким удовольствием всех искала, вы даже себе не представляете. Когда первые, кого я нашла, Люду Лукьянову и Валю Руменю, и Тобик, вот три человека, я так обрадовалась, дети говорят, мам, что с тобой? Я говорю, ну, вот, представляешь, девчонки нашлись. Ну, и тем более, я не с вами защищалась, а защищалась позже на один год. Вот это же я, когда полетела рожать, хотела же прилететь, а не получилось, потому что там по ходу, ну, в общем, были осложнения и так далее. И, ну, для меня вот это вот все-таки, вот эта встреча, наша, 77-й год, ну, мы учились вместе, это очень-очень хотелось и искала именно вас. Вот, 77-й год, 78-й год, если честно говоря, год проучилась, ну, как-то, тем более там больше защиты диплома, ну, хочется встретиться, ну, не в такой степени, а это все то, что вот мы испытали, вот все, весь интерес вот этот, я помню, как в общежитии, мы как-то у нас какой-то праздник был, а мы жили с Людой в одной комнате и не забыли закрыть дверь после праздника, и заходит это вот комендант общежития, как раз комендант был еще там кто-то, общественники, тут совет, а у нас тазик посреди, что-то он, почему он оказался, вот, и бутылка-гора бутыл, девочки, а мы все спим, мы сообщим институт, только не в институт, Ваня, ты с нами тоже была, да, на меню, говорит, ну, ладно, сообщать институт не будем, но с пятого по первый этаж будете мыть лестничную площадку, и мы мыли эту лестничную площадку, и же никому не говорим, за что, и чтобы в институт жене это самое не сообщили, вот это такие моменты были у нас в жизни, ну, в общем, еще хочу поблагодарить еще раз, спасибо, что вы приехали, отозвались, давайте встречаться, у вас не будет, спасибо. Я не давала, поехали. Ну, вот, я выхожу с тем, что я здрасте, потому что, говоря, они меня не помнят, я вообще со второй группы не делаю. Честно говоря, я когда Валентина нашла, я думаю, я запомнила это, и сегодня иду, думаю, будет это, я не буду, а меня Леонидова зовут, и я вообще родилась в Одесской области, и отучилась в институте, и по направлению, мой муж был заставный такой, в 16-й году он учился, и мы по следующим по направлению уехали в Бахчисарай, он на консервный завод, я на винный завод, и я проработала всю жизнь на винном заводе, на Бахчисарайском, и работала в лаборатории, и технологом работала, и начальником цеха мы запускали, Бахчисарайский фонтан. Ну, последние несколько лет я, когда был упадок завода, я уходила с завода, занималась немножко сетевым бизнесом. Занималась, потом возвращала два раза на завод, и в 55 лет я ушла с завода, и сижу, так сказать, дома. Занималась сетевым, хочу сказать, и вдруг поняла, что это совершенно не мое дело. Что такое сетевой бизнес? Это ты директор завода, и ты должен организовать себе людей, которые работают с тобой и над тебя на всю оставшуюся жизнь работа. Оказывается, мне это неинтересно. Вдруг я это поняла. И сегодня у меня, ну, то есть я на пенсии, пенсия у меня нормальная, благодаря действительно пензаводу, у нас, кто на пенсии в Бахчисарай, работал, тех пенсий за тысячу, а всех остальных 700 гривен. Так что спасибо предприятию, что я нормальную пенсию получаю. И сейчас я как бы не удел, занимаюсь тем, что у меня сын один, он военный и живет в Севастополе. Я сейчас занимаюсь тем, что, ну, продаю дачу, квартиру, хочу переезжать в Севастополе. Мой муж, мы с ним, очень интересно, три года встречались, разошлись, где развод у нас получился сын. И еще, потом он уехал, у него дочь в Харькове была. И еще, ну, что в 33 года он умер. И самое, ну, так уж получилось, что я с ним практически вот три года прожила, и осталась одна, одна воспитывала сына. Ну, слава богу, сына воспитала более нехорошего, у меня военный, работает в военной прокуратуре в Севастополе, женаты. Вот так вот все мои, вся моя жизнь. Ну, хочу сказать, что рада, что я сегодня сюда пришла, потому что я шла и думала, месяц назад мне сообщили, будет это или не будет, но думаю, все равно пойду. Здесь еще живет в Одессе Железная Валентина с моей группой, я ей тоже заранее месяц назад сообщила, и думала, что она так же, как и я, придет, а она сидит на рынке, и говорит, а что ж ты мне не перезвонила, оказывается, надо было ей перезвонить, чтобы она пришла сегодня. Знаете, а я не подумала. Думаю, я бог знает, что я приехала сюда, она тут рядом, что она не придет, а она не пришла, оказывается. Так что вот такие вот дела. Желаю всем самое главное здоровья, радости в душе и душевного покоя и равновесия. Основные вопросы я уже осветила, но хочу сказать, Лукьянова Людмила... Я же называюсь. Я же называюсь. Лукьянова Людмила родилась в Одесская область, Рубашовский район, село Бобрик-2. Училась в нашем институте вместе с вами. Направление получила город Рамы, Сумской области. Проработав там инженером-технологом 3 года, я переехала в Сумы и стала работать в санстанции. Проработав некоторое время в санстанции, я ушла работать в заведующей лаборатории на автово-розничный комбинат по торговле овощами. После этого перешла в торговлю и 13 лет проработала заведующей магазином. Потом, когда наша торговля, как вы помните, малость развалилась, были некоторые трудности в жизни возникли. Но потом, слава Богу, как я уже вам говорила, собралась, встала и стала работать преподавателем. Спасибо, что меня туда взяли. Ну, главное, что я там не подвела. Значит, отвечая на вопросы нашей анкеты и проявляя, так сказать, студенческую смекалку, мне попал вопрос, с кем вы целовались из однокурсников. Я даю ответ. 11.06. со всеми. Давно ли были в Одессе? К сожалению, вы видите, Одесса территориально расположена так, что сюда приезжают только лишь те, кто живет в Одесской области. Нам просто далеко сюда ехать. У нас свои региональные центры. Так что у меня здесь родственники живут, мои племянники. Была 8 лет назад на свадьбе у своей племянницы. Очень сожалею о том, что редко здесь бываю. Но она, как и у всех у вас, в сердце навсегда осталась. Навсегда это один из любимейших городов. В каких странах вы побывали? К сожалению, кроме Украины, нигде. Но когда-то еще была в России. Никогда не было, не ездила за границей. Ваши планы на будущее? Ну, я думаю, что, как мы все уже, мы не будем почерпывать свой возраст. Главное, не болеть. Оставаться здоровым. Потому что вы знаете, что здоровье – это один из наших главных составляющих нашего счастья. И какие ваши предложения о встрече на следующий год? Да, хотелось бы встретиться. Но, вы знаете, я реалист. И могу сказать о себе, что я сомневаюсь, смогу ли я приехать, допустим, еще в следующем году. Потому что столько мне пришлось преодолеть трудностей для того, чтобы сюда приехать. Что я думаю, если это повторится так часто раз в году, то меня никто не поймет. Я буквально с работы удрала. У нас сейчас конец года, подведение итогов, планы. Все. Я, в общем, бросила и укатила. Я вернусь, а я не знаю, что мне ждут. Перенесем, наконец-то, это не обязательно. Нет, нам сложно идти. Мы еще по-породингу не будем. Потому что мы когда думали о том, мы же не знали, никакие прогнозы будут у нас. Мы когда с Валей планировали эту встречу, и говорили, ну давайте вот, у каждого свои планы на лето. Кто-то собирается ехать отдыхать, кто-то может у нас в Турцию ездить, кто-то, кто где. Да еще и не так жарно, мол, будет. Ну кто же думал, что такая жара будет, и все остальное. Так что, самое главное, не терять контакты. Встречаться, вы видите, какие у нас сейчас мощнейшие способы общения, интернет, разнообразные скайпы. Не обязательно вот лично увидеться. Мы с Валей уже до того, как мы с ней встретились, а мы уже так наболтались о многом, что это было просто... Мы уже встретились, а как вроде бы с ней и не расставались. И все. Так что, желаю всем вам счастья, здоровья. И еще раз скажу, что я очень-очень вас всех люблю. Я преподаю в лицее. К сожалению, лицей наш называется... Ну как, вы знаете, что лицей – это бывшая ПТУ. Преподаю я такую специальность, мы ее готовим. Называется повар-кондитер. Вот я преподаю там предметы спецтехнологии. Технологию приготовления пищи, оборудование пищевых предприятий, калькуляция, потом гигиена и санитария, физиология. Это все эти предметы, которые я преподаю. Ну, еще раз скажу, что если имени Павлович говорит о том, что надо уже студенту, это студенту Академии, надо сначала дать ответ, а потом задать вопрос. То что вы можете себе представить, какие у нас приходят, к нам уже, если в институты идут, какие люди, ну, будем так говорить, умные, тогда к нам приходят уже те, которые совсем уже ничего не знают, по школе, ничего. Так что тяжело сказать о том. Профессия преподавателя очень трудная, будем так говорить. И вы знаете, вот как и Шура говорила о том, что поработав на поприщах, на разных поприщах, узнав о каждую работу изнутри, с обратной стороны, тогда только можно говорить о работе. Допустим, он говорит, вот кто-то там, вот там учитель, вышел там 45 минут, постоял перед аудиторией, и все. А для того, чтобы постоять перед аудиторией, столько надо потом, ну, работы приложить для того, чтобы и сидели тихо, и слушали. Вы отличнейшие студенты. Вы сидите, а если в течение лекции своей, без конца, кого-то усаживаешь, кто-то там сидит, кто-то в окно. Ну, в общем, самые-самые разнообразные классы собывают. И все. И я хочу передать свое слово Мишкиной Наде. Так, я Мишкина Надежда. Пришла в группу не сразу, а на второй курс уже. Меня переверили, вернее, сама кончила три года обшитетического факультета Кадюки, сейчас в Таханах. И нужно было переводить, цельнозаводчину или куда-нибудь медменой. Вот я перевелась в Донецк. Но мне сказали, если не будет до 31 сентября, до 31 августа документы, значит, меня очистят. Ну, я поехала в Одессу вот за документами. Приезжали сюда, мне документы не дают. А почему вы не хочете у нас учиться? Ну, вот так я ничего не попала на консервирование. Ну, и не жалею, конечно. Все сложилось хорошо и удачно. После окончания института, вдаль я еще не закончила, тоже родился ребенок, и эту уроку я уже попала, не окончила вместе с ними, а уже позже кончал. Научилась с ними читать и три года. Поехала я по направлению, муж мой кончил тоже этот институт, и мы его в Венесково, в городе Янгполь. Там я проработала в лаборатории. Освоила все специальности, какие только могут быть в лаборатории. Коллектив был очень хороший, дружный, независтливый, ну, в общем, добродушный все. У меня очень хорошо с ним было. Вот, мой муж умер в 1994 году. Ну, воспитываю я двоих детей. Уже воспитала, конечно. Дочь 3-4 года, бухгалтер. Сын 25 лет. Еще ищет себя, не совсем нашел. Но работает, конечно, как раз у них в армии. Есть внуки двое. От сына мальчик и от дочки мальчик. Моя жизнь так вот. Очень рада, что меня пригласили. Я никогда не думала, что все-таки обо мне вспомнил. Только не кончало. Как приятно было, что валяли меня в прошлении и пригласили сюда. В общем, желаю всем всего самого-самого доброго. Кому еще поработать, то удачи. Всем здоровья. Ну, всем-всем. И семье, и детям. Всем. Субтитры создавал DimaTorzok